Там человек в ростовой кукле БДСМ-свиньи. Я такой, ниху... Чуваки, которые батлятся и получают гонорары по 30 тысяч рублей, они просто не понимают, что там эту хуйню будет читать. Я объясню, почему потом. Я дам пояснение. Здравствуйте всем, привет всем. Меня зовут Федя Букер. Сегодня мы на канале Encore. Ответим на вопросы подписчиков. Моя самая любимая татуировка... Слушайте, я могу не только сказать, я могу даже ее показать. Сейчас. Одну секунду. Надо будет так дать. Я объясню, почему потом. Я дам пояснение. Вот. Это моя любимая татуировка. Вот это вот. Это нож-бабочка с крыльями-бабочками. И вот здесь два шрама. Ее подарил мой друг Александр Форсайт в такой тяжелой для меня жизненной ситуации. Он хотел меня как-то поддержать. Во-первых, у него такая же татуировка. То есть это моя единственная парная татуировка. Ни с какой женщиной, ни с каким другим человеком меня жизнь не свела так, чтобы мы такие... Мы! Друзья! Давайте это отметим! Ну вот с Александром Форсайтом у меня есть парная татуировка. У него тоже есть нож-бабочка и тоже как бы на ноге. И для меня это какой-то такой символический, очень сильно важный момент. Плюс, сами понимаете, эта татуировка в достаточно интимном месте. Немногие люди видели меня без штанов, хотя я думаю, после этого видео их количество увеличится, безусловно. Вот. Мне кажется, что в этом есть какой-то особый смысл. Что-то, что добавляет ей... Ну, потому что все остальные, они тоже красивые, но они достаточно как бы видные и показательные. Даже как бы провоцирующие на то, чтобы на них обратили внимание. А это все-таки что-то как бы сакральное, связанное с дружбой. Поэтому, если можно сказать любимая татуировка, говоря именно о любви, то, наверное, к этой татуировке я испытываю больше всего любви по совокупности факторов ее как бы появления и пребывания на моем теле. Я очень любил песню Феликса Бондарева из группы Red Samara Automobile Club, сокращенно РСАК. Она называется «Красная девятка». Это первая песня Феликса Бондарева. И я говорю, Феликс, а можно мы сделаем на альбоме кавер на песню «Красная девятка»? Он говорит, да, конечно, давай. Вот. И мы сделали кавер на эту песню. Мы до сих пор часто играем на концертах. Всегда очень весело, очень так как бы энергетически приятно. Люди на нее отзываются. И моим друзьям так нравилась эта песня вообще, в том числе в моем исполнении. И мне она тоже так нравилась, что у меня был день рождения. И пацаны, просто я сижу дома, жду, пока они приедут. И приезжают мои, кстати, опять же, кореш Саша Фарсайт и говорит, чувак, пойдем на улицу, прикол. Но мы идем, говорит, смотри, видал «Красную девятку» и говорит, да, он говорит, твоя. И они, короче, просто привезли из Москвы и подарили мне девитос «Красный». Мой ровесник. Ему тоже 26 лет было тогда. И он в говенешем состоянии. Типа, она и не доехала сама до Питера. У нее сдохла система охлаждения. Пацаны ехали, толкали ее с толкача. Заводили на платной трассе. Москва, Санкт-Петербург. Подливали воду, потому что весь антифриз вылился. Чуваку ошпарило руку всю горячим паром, когда он подливал воду. Они ее дотащили на галстуке. А мы смогли ее завести. Вот. И она до сих пор, она у меня стоит до сих пор около дома. Я ходил в нее пить пиво иногда, потому что у меня нет прав, мне нельзя ездить. И тем более я не справлюсь с машиной, которую с толкача нужно заводить. Я два раза ездил на маминой «Шкоде Фабия». Кроме этого, у меня опыта вождения не было. Вот. И она у меня до сих пор стоит. Я ее переезжаю в Петербурге с места на место. И мы ее переставляем из двора в двор. Соседи все время говорят, уберите свое говно. За это время в нее въехал какой-то чувак однажды ночью. Уехал с места ДТП. У нее сгнила дверь. У нее погнутая одна вот эта рама. У нее выбито стекло. Но она все равно стоит. Мы ее иногда заводим. На самом деле, это было большое путешествие. Потому что мы так незаметно для себя. У меня просто друзей за последние два года раскидало по разным странам. И хотелось встретиться максимально с большим количеством людей. Поэтому мы сначала поехали просто прокатиться по России на юга. Вот туда, где Воронеж, Ростов и так далее. Это была условно-южная точка. Потом мы вернулись обратно в Москву. Потом обратно в Питер. Я из Питера сам. В Питере мы отпраздновали мой день рождения. Потом мы поехали, по сути, географически на юго-запад. В Казахстан к моим друзьям. Встретили там еще, посидели, покушали, сходили в баньку, выпили в горы, съездили несколько дней. И потом мы еще полетели из Казахстана в Калининград. В крайнюю как бы... Нет, погоди, мы ехали на юго-восток, а потом на запад. И то есть получилось так, что я географически. Мы все стороны света захватили в этом путешествии. Но это мои друзья придумали. Я сидел в ***, домой хочу, остановитесь. Я хочу выйти. И мне еще никто не... Ну, это сюрприз, никто ничего не говорит. Я просто как бы... Человек зависимый от обстоятельств. Просто наслаждался процессом. Не знаю, не, на самом деле, я, может, выгляжу как уволень. В принципе, так и есть. Я, да. Но я со временем... Короче, я был всю жизнь очень ленивым человеком. Я очень не любил... Ну, как все пацаны, наверное. Я очень не любил ничего делать. Мне очень нравилось играть в компьютер. Мне очень нравилось спать. Мне очень нравилось кушать. Поэтому я был одно время очень толстеньким. Потом худеньким. Потом опять толстеньким. Мне очень не нравилось ходить в спортзал. Мне очень не нравились активные виды спорта. Когда у меня появились деньги, мне очень понравилось ездить на такси и не ходить. Вот. Мне очень понравилось не ходить за едой, заказывать доставку. И от этого я 117 килограмм стал весить. Я думал, что я не трудоспособный, мне все говорили, Федя, ты ленивый, Федя, ты постоянно про ***, я такой, ну да, ***, кто бы мог подумать, а потом оказалось, что на самом деле я могу с удовольствием долго, выносливо выполнять работу, которая мне нравится, и меня качнуло из лени вот в какой-то лютый трудоголизм, то есть я наоборот начал упахиваться, это до каких-то неврозных состояний дошло, когда ты не можешь уснуть, ты думаешь о работе, что завтра что надо сделать, вот это, а если мы вот так вот это надо записать, а то я забуду, а если вот это вот, сейчас такую концепцию прикинем, так треки в альбоме расставим, может быть это сюда, ты смотришь 5 утра, чувак, ты ***, завтра не поработаешь, и ты спишь типа 5-6 часов, просыпаешься и опять сидишь вот в этом всем безумии, переставление одних и тех же клеточек, да, вот именно таком компульсивном, поэтому меня вот качнуло, и я учусь сейчас лениться заново, то есть я стараюсь себе говорить о том, что чувак, не надо так перерабатывать, не надо так упахиваться, ты можешь все развести, тебе не горит, ты не умрешь там завтра, послезавтра, через год, все будет окей, типа работай в своем ритме, потому что иначе у тебя качество работы понижается, сейчас да, сейчас уже реально, ну вообще я первый раз себя ощутил взрослым, когда про тебя, вот ты едешь в транспорте, и там появляются родители с детьми, родители показывают на тебя и говорят там, типа, подвинься, дай дядя пройти, и я такой, ***, а вот и все, вот я уже и дядя, вот я не мальчик, как бы, а, ну, то есть в глазах других людей ты уже начинаешь замечать, что ты повзрослел, но в голове ты все равно можешь оставаться, типа, да я молодой, я пиздец такой же, нет, сейчас я реально почувствовал себя взрослым, потому что появились много взрослых действительно вещей, которые надо модерировать, одна из них это налоги, человек, вот, еще взрослым человек начинает становиться, когда начинает вовремя лечить зубы, когда у тебя зуб болит, это такой, я пойду к доктору сейчас, я не буду ждать месяц, чтобы потом проснуться ночью и бегать, звонить в плотную стоматологию ночную, говорить, вы рвите мне зуб, умру сейчас, короче, мне кажется, что взросление, оно как раз-таки проявляется, ну, то есть шутить можно много, но вообще оно проявляется в заботе о вот этих вот маленьких, не очень интересных вещах, да, буквально через две недели, я надеюсь, мы этим займемся, сейчас это такая тоже, это е***истический долгострой, я никогда не думал, что выпускать книгу, это такая, это безумие просто какое-то, это можно с ума сойти, это самое мучительное производство, которое существует в мире, там 10 тысяч этих редакционных правок, верстка, б***ь, должен каждую страницу отсмотреть, вычесывать, ну, нет, этим занимается как бы издательство, но все равно вычесать все орфографические, может быть, пунктационные ошибки, ну, каких-то орфографических, да, ошибок мало, пунктационных всегда просто дох***ть и запятые расставить в правильное место, все сверстать, чтобы ничего не поехало, чтобы все картинки б***ь были на своем месте, потом это нужно договориться с типографией, типография тебе тоже трахает мозги, они говорят, мы не можем вам 123 страницы отпечатать, давайте мы вам отпечатаем 128 страниц, у тебя 5, я всегда думал, б***ь, книги, вот это в конце для заметок, это потому что б***ь, типография не может отпечатать нечетное там количество страниц, и ты просто говоришь, хорошо, давайте отпечатаем, он говорит, надо тогда переверстать макет, он говорит, хорошо, они такие, давайте мы вам тогда сейчас еще один счет на допечатку на эти там 3000 выставим на ИП, оплатите его, пожалуйста, а ты смотришь, там, не знаю, банковские дни, заглядываешь, б***ь, какая-то все чушь, короче, все готово, у нас тысяча экземпляров, это здоровый такой куча х***, мы их напечатали, они лежат у меня, и самое смешное, что это книга со стихами пятилетней давности почти, я бы сейчас уже такие не написал, но все их ждут, и я обещал, и мы их напечатали, и вот у меня лежит тысяча экземпляров, мы сейчас снимем какие-то промо-видосы, довезем ее во все места, где мы хотим ее продавать, то есть они будут на маркетплейсах, в Весрэпе продаваться, даже в физических каких-то магазинах, и я надеюсь, что к декабрю, к сезону новогодних распродаж, все вот люди смогут сделать подарок себе, своим детям, близким, бабушкам, мамам, кто там эту х*** любит читать, покупайте по пять штук, мне надо тысячу штук продать, я не знаю, в что я в себя поверил, так? Да, да, я буквально занимался вчера, и вот у меня висит заказ, я хочу отдохнуть, я в понедельник начну делать, да, занимаюсь, я много, мы сейчас много написали песен, я написал, ну, из того, что, типа, тут не обо всем можно рассказывать, но из того, что можно, и то, что мы обсуждали, я Серафиму помогал, Серафиму Муки по текстам писать альбом «Мертвые цветы», его последние, вот, новые песни тоже, которые у него выходят, мы там сидим, я писал для блогеров всякие штуки, типа, последние, вот, я уточню, можно ли, короче, об этом рассказывать или нет, если что, кропнем, ну, так, типа, это мой самый, наверное, большой густрайтерский кредит, я написал песню для нового мультфильма про Лунтика, я так вообще кайфанул, про маму, про то, там, там мультик, про то, как Лунтик ищет своих родителей, что он такой, типа, ну, осознает, и такой, у меня же есть родители, правильно ведь все, наверное, надо к ним вернуться, и вот это такой роуд-муви эпопея, я вот написал туда песенку. Короче, много, я сейчас, я этим доволен, это хороший хлеб, мне кажется, достойный, ну, прикольно, я вообще так увлечен этим, потому что можно высказаться не от своего лица, а тоже от лица других людей, и так себя свободно чувствуешь. Вообще, конечно, с точки зрения густрайтера хорошо имитировать бурную деятельность, говорить, что ты долго там пишешь, что-то каждый день пишешь, но на самом деле, если текст удачный, то его можно буквально за полчаса, нахуй, если как бы ты эмоционально себя на это настроил, потому что самое трудное для меня было долгое время это преодолеть стеснение, чтобы написать так, как я чувствую, то есть поверить в то, что твои тексты реально кому-то нужны, что ты можешь реально написать человеку лучше, чем он сам может себе это придумать. А потом оказалось, что это, ну, что это так и есть. Я очень стеснялся отправлять, я сидел такой, ну, хороший же текст, и я такой, ну, сука, сука, ладно, все, давайте, давайте. Я опять стал потихонечку посматривать кубок МЦ, вот 140 BPM перезапустили сейчас, я тоже смотрю, но, наверное, я бы хотел участвовать в этом как зритель. Это просто еще такой объем труда, если честно, вот написать текст на батл, чуваки, которые батлятся и получают гонорары по 30 тысяч рублей, они просто не понимают, насколько низко оценен их труд на самом деле, потому что написать текст на батл, получасовой, выучить его, это очень много, ну, это реально трудно, и когда ты перестаешь постоянно это делать, ты понимаешь, сколько сил у тебя это высасывало. Я не уверен, что я готов такие объемы труда сейчас и своего, как бы, авторского вот этого, своей авторской работы вкладывать в батл.реп, вот. Если бы это был финансовый вопрос, я не знаю, сколько денег просить, потому что, ну, учитывая, что я давно этим не занимался, я бы, наверное, попросил много денег, и я считаю, что это нецелесообразная трата средств. Мое выступление, там, за те деньги, которые я хочу, оно того не стоит, а за меньшее я лучше дома посижу. Я учился в хорошей школе. Сейчас я знаю, что в мою школу, я не знаю, насколько это правда, но говорят, что туда детей в том числе берут за бабки и типа за большие бабки, а наш класс, первый Б-класс, туда набрали будто по объявлению людей, потому что, ну, как будто бы там не было каких-то этих школьных вступительных экзаменов. Я учился в китайской гимназии с углубленным, ну, в гимназии с углубленным изучением китайского языка, номер 652 Выборгского района на проспекте Мариса Тореза она находится. Вот, у нас было 30 человек в классе, из 30 к 9 классу осталось 7. Остальных выгнали на... У нас настолько сжался класс, что нас объединили с параллельным классом, потому что не имело смысла держать отдельный. Говорит, у вас нет людей, тут никого не осталось, тут выжженная земля. И я это к чему? К тому, что когда у нас был выпускной, у нас уже был один класс, нас объединили с А-классом, это был один такой большой муравейник прикольный, и надо было скидываться что-то по 17 тысяч рублей, и мне мать такая, чувак, 17 штук за твой выпускной, вы не там вообще, ну ладно, говорит, раз в жизни, на, типа, давай, кайфуй. Мне мама дала денег на костюм, но она говорит, ты уже взрослый, найди себе сам костюм на выпускной, и она дала мне денег, типа, 5 тысяч, по-моему, я купил у кореша джинсовый пиджак, черный, дизель, за 2, и такой, а остальные 3 тысячи я пробухал. И мне нужно было рубашку найти, у меня, ну, как там осталось, я пробухал 2 200, может, или 2 500, у меня осталось 500 рублей. Единственная белая рубашка, которая была за 500 рублей, она была в магазине УДЖИ, была белая рубашка за 500 рублей приталенная и с короткими рукавами, и она очень у*** на мне сидела, она была обтягивающая и без рукавов, но это единственное, что я мог себе за эти бабки позволить. И нельзя было пойти к маме, сказать, мама, деньги просраны, нам нужны, как бы, доп. финансирование. Я ходил в ней, не снимал пиджак, чтобы никто не увидел, что у меня рукавов нет. Вот, и нас отвезли реально в ресторан на корабле, я просто, для меня 16-17-летнего, по-моему, я просто о***, е***, корабль, ресторан, да ну о***. И я сажусь, там большие столы, и мы садимся, там какие-то закуски приносят, я такой, да ну о***. И приходит официант, наклоняется ко мне и такой, говорит, белая или красная. И я такой, да ну о***. Я говорю, конечно, белая. Я сижу потом, пью это вино, говорю, можно еще белого о***. Можно еще белого? Официант подходит ко мне, как к какому-то приличному человеку, говорит, извините, белая кончилась. Я говорю, давайте красная. И, короче, и у нас это все было очень мило. Выходили учителя, действительно, как будто бы впервые они смотрели на нас не как на умственно отсталых, а как на полноценных людей, которые идут куда-то во взрослую жизнь. Реально говорили на пустынные слова. У меня учитель истории, мой любимый учитель, играл для нас на флейте. А потом мы вышли покурить сигарету. По-тихому, пока родители не видят, покурили. Нас не было минут 15. И там еще в курилке сидел тамада вот этого всего мероприятия. Говорил, я так за*** работать тамадой. Вы же взрослые уже, да дайте сигаретку. Сидел курил и говорил, понимаете, какая-то говно работа. Я клянусь, реально. И мы выходим, это чистая правда. И мы возвращаемся обратно в зал, а там человек в... Слушайте внимательно. Там человек в ростовой кукле БДСМ свиньи. Я клянусь, я аху... Я реально, я реально аху... Это свинья двухметровая с огромной плюшевой головой. Это свиноматка. У нее шесть сосков, и на каждых двух сосках по лифчику. На ней три лифчика. И она танцует... И кожаный, кожаный лифчик. У нее какая-то протупея, огромная, плюшевая, розовая голова. Я еще пьяный школьник, бывший там. Я стою просто и думаю, чего на ха... Я отошел на 10 минут. Что происходит? Друзья, спасибо огромное, что задали мне эти вопросы. Я постарался ответить на них честно и непредвзято. Там еще было очень много клевых вопросов. Поэтому пишите, во-первых, в комментарии, если хотите, чтобы мы продолжили отвечать на вопросы на канале Encore. Мне очень понравилось. Спасибо огромное пацанам. Меня зовут Федя Букер. Подписывайтесь на телеграм-канал Философия Букера. Twitch.tv. Слэш Букер. Федя, покупайте мерч Тресв. Смотрите подкасты на VS Rap. Будьте здоровы, любите маму. Слушайте мой новый альбом «Злачное место». На Яндекс.Музыке, на ВК-музыке, на Apple-музыке, на Spotify, на Dizzer, на MTS-музыке, на звуке. На улице, если услышите, тоже не проходите мимо. Если к вам подходите, короче, беру баскетбольный мяч. Се-е-е-е! До новых встреч.